Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, и мы продолжаем проходить игру под названием Minecraft Story Mode, эпизод 2. Остановились мы на моменте, то что проникли в логово, скажем так, Эль Горд, где она изобретает командный блок, и нам пришлось немного пожертвовать некоторыми тремя изобретениями других изобретателей. Скорее всего, они теперь не станут протеже, но спасение мира превыше всего. Так что давайте продолжим. Найдите Эль Горд. Есть рычаг. Есть факелы. Давайте сначала взглянем на прибор. Надо же понять, из чего он состоит, как он работает. Он, видимо, что-то включает. Ну давайте используем прибор. Что это такое? Что это такое? Как будто это какие-то кубики, эти, кубы из песка делают. Так может просто вперед пойдем? О, технологии! А вот мы находимся и у Эль Горд. Вот это лаборатория. Найс! Такого удивительного применения красного камня я в жизни не видывал. Можешь повторить еще раз? Да ладно, пойдем-ка дальше. Ой-ой-ой. О, зачем вообще нужны эти штуки? Не знаю, может что-то разломать или отпугивать незваных гостей. Вариантов множество. Так, нам надо просто... Использовать. Ладно, почти, по крайней мере, это шаг в верном направлении. Как он вообще работает? Кажется, я могу регулировать настройки на этой штуке. Так, давайте еще раз используем. Во! Во! Отлично, Джесси, здорово у тебя это вышло. А, ну что я могу сказать, я с красным камнем на короткой ноге. Ага. Она тут пользуется массой различных ингредиентов. Да, ты только глянь на это все, понятия не имею, что это такое, не нужно ничего трогать. Что она делает? Понятно, что туда помещаются все эти материалы, и там с ними что-то происходит, но не знаю, что именно. Но я непременно выясню. Да ладно, пойдем-ка дальше. Слушайте, а мне нравится это место. Так, есть у нас лавопад, который, скорее всего, скрывает у нас арку, через которую можно пройти. Это мы уже выяснили. Но взглянуть лишний раз не помешает. У-у-у, лавопад. Так, давайте-ка используем рычаг. Да, лава у нас пропала. И теперь мы можем просто взять и пройти вперед. Главное не испугнуть Эльгорд, а то она что-нибудь там натворит такое этакое. И все, застежка. А эта застежка, скорее всего, у нас лестницу скрывает. Так, значит, где-то надо что-то тыкнуть. Тыкать мы любим. Так, давайте подтянем за рычаг сперва. Застежка должна открыться. А, видите? Ну да, подобие лестницы. И кнопка какая-то есть. Давайте сначала взглянем на кнопку, что она делает. А то лишний раз тыкнуть туда неохота куда. Не надо. Так, ну ладно. Так же быть тыкнем. А что это такое? Летучие мыши? Вообще... Зачем вообще эта цепь нужна? Так, давайте поговорим с Оливьей. Что с Оливьей? Что она думает по этому поводу? Скоро встретимся с Эльгорд. Волнуешься? Как никогда. Интересно, какое она окажется приличного общения? Так, Рубенчик. Ну че ты какая-то свинюшечка моя? Ну-ка, что с тобой? Как дела? Нормально? Угу. А, приятель, у меня тоже. Так, все. Полезли наверх. А вот и Эльгорд. Она на Эйвора чем-то смахивает. Не знаю почему. Ассоциация такая у меня. Словно моя мечта стала реальностью. Прийти в лабораторию Эльгорд, увидеть ее прямо здесь. Она предложит мне статье учить. Знаешь, скорее мы будем вместе. Давай сперва попробуем его спасти. Поговорить. Поговорить. Воу-воу-воу, привет. Эй, разве не видите вы... Не видите ли вы тайком на меня? Не трогать ничего здесь, ладно? Это все с высшей степенью хрупкое и гениальное. Разве Келин тебя послали? Вы мои новые помощники? Она такая, а, помощники. Встретит с вами большая честь. Она считает нас новыми этими. Нет времени для специфики, я боюсь. Эй, ты. Гугл-девушка. Ключи Тефлоп-схемы, чтобы активировать. А ты, гугл-гай, могила у меня пожар. Что? Могила у меня пожар? Она хочет, чтобы я для нее что-нибудь сделала. Что, если я все испорчу? Что, если... Ох, я сейчас упаду в обморок. Ну-ка, не падай. Ну-ка, тихо. Ничего себе, теперь мне нужно помощник. А, чтобы помочь, думаю, вы сможете справиться с этим. Эльгорд, ну, мы не те, за кого ты нас принимаешь. Серьезно, мы не хотим испортить. Э, мисс Эльгорд? Да? Моя подруга в обмороке. Если чё. Ничего, да? Кажется, ты ошеломил моей приятельнице. Она лишилась чувств. А, да, неожиданно, не гаданно. Но ведь ты справишься с моим заданием, верно? На самом деле, нет. Э, Эльгорд? Ещё раз. А, мне нужна твоя помощь. Ты можешь очень мне выручить. О, ты можешь получить желаемый. Просто активируй цепь системы доставки, чтобы... Выбери один факел, один блок... Железо, пожалуйста. Один факел, один блок железо. Блин, она от нас не отстанет, пока мы не сделаем. Так, один блок железо, один факел. Оливия, ты как? Оливия, ты меня слышишь? А, вроде бы, раньше у меня никогда не было обморок. О, как неловко вышло. Всё работает как... Ох, ммм. Чудно, я сама справлюсь. Это же Орден. Большой победитель, большой победитель, большой победитель. Неудачник. Другой бюст какой-то нужен. А теперь насчёт вас троих. Я... А твоя подруга, она часто падает? Это будет повторяться с завидной регулярностью? Я нет, извини. Я просто разволновалась. И со мной всегда вокруг. Так, на самом деле мы не ассистенты. Главное сказать правду. Эльгорт, я должен кое-в чём вам признаться. Мы здесь не в качестве своих помощников. Ух, своего рода рада, на самом деле, что эта мадам падает в обморок. Слишком много раз. Так, почему вы здесь? Мы пришли просить тебя помощи. Чудовищная и сушающая буря грозит гибелью всему миру. Какая ещё буря? Габриэль, ты о чём говоришь? Кто вас вообще прислал? Меня прислал Габриэль. Посмотрите, как вы кажутся, как очень приятные люди, которые склонны к обморокам. Но я просто не имею много власти для этого. Я сейчас занята величайшим из своих проектов. Это будет сверхмощный блок, способный менять саму реальность. Слушайте, давайте ей поможем, и тогда она, мне кажется, согласится нам помочь. Стой, 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 стой. Откуда вы можете знать про командный блок? Я пытаюсь вам объяснить. Это я и пытаюсь тебе сказать. Миру нужен орден камня, вот зачем мы здесь, да. А, так, так, так. Значит, вы принесли эту штуку? Да. Именно. Так. Ну что, теперь ты нам веришь? Кстати, может мы получим его назад, конечно, я даже не как к амулету. Да, делаю прям серьезный. Все больше причин, почему я должен закончить свой командный блок. Я могу использовать его для борьбы с этим монстром. Это иссущающая, это вещь, что угодно. Это отличная мысль. Да, звучит просто прекрасно. Ваша иссущающая буря была создана с помощью командного блока. Так, значит, командный блок это наилучшее средство ее обуздать. А может... А, вы мне сможете сделать один? Конечно, давай сделаем. Just do it! Супер. А ты не падай в обмороке, да? Так, за дело. Е. Е. Ку. Мы помогаем великому изобретателю создать командный блок. Отлично, бери. Так, а как это все делается? Наверное, он сам все выложит, да? Оливия! Не будь такой неуклюжий. Тыкай носиком. Давай, пятачком с вами так. Паук! И теперь я. Давай, 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 давай. Да ё-о-о-о! Еще попытка. Мы должны это сделать. Мы должны создать командный блок. Давай, 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 давай. Мы справимся. Мы сможем сделать этот командный блок. Теперь моя очередь. Давай. Я. Ну-ка. Да что ж такое-то, а? Давай. Еще раз. Ну. Ну, так-так-так, отлично, хорошо, все здорово. Ужасно здорово. А раньше до этого происходило? Нет, никогда. Что происходит? Что это, дестабилизация? Иссушающая буря здесь. Иссушитель, вот он. Твою мать. Эльгорт, ну же. Да забирай ты ее. Какого черта она стоит? Ну-ну-ну-ну-ну, убегай, убегай, убегай. Нам нужно идти, надо добраться до портала. Мне так жаль, так жаль. Полин, мы же командный блок не построили. Мать его, командный блок не построили. Капец. Че ж это происходит? Так, ребятки, нам надо выбрать. Офигеть, это вообще грибок какой-то появится. А, ну, все равно бы изобретение их разрушили бы. Только не говорите то, что мне придется опять сделать выбор между кем и кем. Ээээ, положено место, это не твое. Отруби ему, щупальцы его. Отлично. Портал, портал, портал. Давай быстрее, шевели своими поршнями. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп. Давай, карабкайся. Джесси, да ты справишься. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Ой-ой. Здрасте. Зайди в портал, какого хрена ты смотришь? Живо в портал. Вроде все. Мы живы. Ништяк. Мы справились. Хорошо, еще немножко. Да уж, бесспорно, это впечатляет. Ух. А там нас ждет Лукас. Ой, Крипер. Кто идет? А, Джесси, это ты? Мы вернулись. Эй, мы вернулись. А, рад, что вы вернулись. А мы привели Эльгорт. Супер. О, да ты жива. Петра. Привет, народ, как дела? Я знал, что она выживет. Я знал. Я так рада, что ты жива, Петра. А, ну и я в самом восторге. Я очень рад видеть тебя, Джесси. А Габриэль? Ты видела? Даже Габриэль не устоял. Я не могу поверить, что найдется сила, способная уничтожить Габриэля, если бы не виделась своими глазами. Это ужасно. Вот это да. Уже не помню, когда я была тут в последний раз. Ты можешь объяснить, что он тут делает? У меня такое ощущение, что вы друг друга недолюбливаете. Да, я забыл сказать. Аксель тут кое-куда сходил, пока вас не было. И принес Магнуса. Я так понял. Ходил, чтобы привезти его. А тебе было что-нибудь, и это известно? Нет, не было. Слушай, Аксель вообще-то мой друг. Я не знал, что он пойдет за Магнусом. Поверь мне. Я надеюсь, что вы не ждете, что я буду работать с этим кретином. Слушайте, подождите здесь секундочку, и выясню, что происходит. Очень признательно. Итак, кто вы такие? Зачем придачили сюда эту королеву умников? Это Джесси, мой лучший парень. Я объединяю... Да, нет, вам надо погодить. Он похож на вора. И разговор вороской. Мы вообще не предполагали, что ты тут окажешься. Мне надоело тут ждать, поэтому я решил сам подключиться к делу Магнуса. Диковатая была авантюра, но в конце концов все прошло успешно, и теперь я король бумгурда. Король? Ты сказал король? Долго рассказывать, это надо видеть. Если коротко, эпичная битва со взрывами и неразберега, смертельные трюки. И пиротехнические эффекты словом бадабам, бадабум. Теперь ваш друг вроде как верховный правитель моего королевства, понимаете, о чем я? Хрена себе. Что ж, это неожиданно. Не вполне верю, что ты имеешь в виду, но мне точно это не по нраву. Да, относись к нему с уважением. Да прекратите вы все, какого хрена вообще происходит? Я тут главный. Да прекратите, елы-палы, вы что? Белины все объелись, а? Эй, народ, может займемся более важным вопросом? У нас тут голоднющая и сушащая буря, которая скоро сожрет весь мир и не подавится. Буря это и впрямо ужасно, появилась неоткуда и возьмись. И смела, короче, все подчистую. Эта эля для тебя это страшно? Страшновато, никак не можешь забыть. Хватит, мать его, цапаться! Какого хрена? Джесси прав, надо найти способ остановить эту напасть. Не знаю, успели ли вы порыться по старой свалке, но она уже и без этого обчищена чуть ли не до чиста. Потребуется гора тротилы, чтобы прикончить эту тварь. Как не грустно признавать, но ты прав. Да как же нам быть-то? Ну, для начала мне не нужно паниковать, это и будет первым шагом. А, но против такого немыслимого врага даже всего тротилы в мире будет недостаточно. Если бы только был Сорен, возможно у него нашлось что-нибудь интересное. Эй, Элли, опять ты за свое? Теперь не могу, когда ты начинаешь хвастаться, какие вы умники на пару с Сореном. А что у вас было... А что было у Сорена? У Сорена был свой супер тротил, самая мощная взрывчатка в мире. Гипербомба. Ну да-да-да, я уже слышал раньше о гипербомбе. А известно где они хранил... где он хранил их? Может можно ее заполучить? Вообще тут есть небольшая загвоздка. А мы не знаем где находится Сорен. Но... Нас вы нашли, знаете где он? Но на карте его не было отмечено. Был только отмечен ты и Магнус. Можно узнать по карте где он? Если только он не в нижнем мире и не на краю. Но попробуй стоит. Мы наверняка сможем его найти. Попробовать надо. Так. Ну-ка. Первый у нас будет Магнус. Поговорить. Эй, привет Магнус. Привет, милю изгониста. Я здесь признала, что ты не можешь включить штуковину, но она очень хитроумная. Я уже включал ее. Ну-ка. Иду-иду. Я знаю, что делаю. Давайте сразу включим, чтобы они не брезжали. А то будет пе-пе-пе-пе-пе. Не можешь включить. Так, значит, словно насчет того, что ты знаешь, как привести карту в действие. Так, использовать педестал. Так, и осталось включить эту машину. Снова. Ну, это уже пройденный материал, мы это уже делали. Вот и все. Сорона не видно. Это твой огонь, это мой огонь. А вот и Сорен. Вот и он. У Сорена глубоко вгора была крепость. После того, как Орден распался, он отправился туда, чтобы продолжать свои... ...эксперименты. Знаете, он приглашал меня туда пару раз, но это всегда казалось немного странным, да? Это всегда казалось немного странным. Он нам поможет. Габриэль живой! О-о-о-о! Слушайте, Габриэль жив. Ты уверен, что это работает? Синий! Это Айвор! Айвор? Айвор идет к Сорензу. Это Айвор или Габриэль? Габриэль же синеньким у нас подсвечивался, разве нет? Правильно, отдохнем, а рассветом выступим и обойдемся без ночного времени, монстров и прочего. А, боишься, да? Ссыкло! Ссыкло, засал! Видел бы туту твари. Так бы не говорил, нам нужно уходить, немедленно. Нам надо сейчас идти. Сейчас же. Прямо сейчас. Прекрасный выбор, Джесси, ты действуешь куда решительнее, чем мы. Какой это твой план? Ну да ладно. Магнус просто засал. Айвор направляется у нас за нашим третьим. Ну что ж, дорогие друзья, мы нашли с вами даже нескольких членов команды. Это Эльгорт и Магнуса. Сейчас мы должны за третьим членом команды будем отправиться, но мы сделаем это в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. С вами был Максим Рут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, зовите своих друзей. Все будет супер. Всем удачи и до новых встреч. Бай-бай.